Нравится, не нравится, надо расширяется. А уже вижу, как Скавеева сжигает альбом Апы. А тут ведь Ленина с гробу в матуральную величину. Друзья, нашел для вас интересный товар, машина для дозировки питьевой воды, автоматический дозатор, не выливается из тяжелых, громоздких бутылок. Высота – 15 сантиметров. Телеведущий юморист Максим Галкин в ходе очередного концерта в израильской столице не устоял перед желанием посмеяться над своими давними политическими оппонентами – журналистами Владимиром Соловьевым и Ольгой Скобеевой. Напомнив публике о том, какими характеристиками снабжали его звезды российского телеэфира, он указал на то, что их протесты не проходят подтверждения в жизни. В качестве примера он привел расширение границ НАТО, которое происходит вне зависимости от желания российских властей и СВО. Напомнив, что его называют предателем, Галкин заявил, что нравится, не нравится, НАТО расширяется. Указал артист и на желание вступить в альянс Швеции, что, по его мнению, приведет к антискандинавским настроениям. «Я уже вижу, как Скобеева сжигает альбом Аба. Вижу Соловьева, он стоит, орет, Карлсон», – сказал Галкин. По его словам, в скором времени в России шведскую стенку переименуют в Лазанку, а шведский стол в Обжираловку. Также он предрекает запрет на публикации сказочниц Сельма Лагерлёв. И Астрид Лингрен сообщает фан. «Чтобы чёрные флаги в нашей жизни были только на берегу по случаю высоких волн. Чтобы соль на щеках была только от морских брызг. Потому что человек создан для радости». Редактор субтитров А.Семкин